В День Победы на Вечном Огне возложили цветы в память о погибших солдатах на полях Великой Отечественной Войны. Почтить память тех, кто защищал Родину и не вернулся домой с фронта, пришли ветераны, сотрудники государственных органов и горожане. Подробнее в материале нашего корреспондента Айнтор Абдиной. С раннего утра на Вечном Огне многолюдно. Ветераны войны, дети, военнослужащие и горожане с букетами цветов идут отдать дань, уважение тем, кто не вернулся с поля брани. А не вернулось и пропало без вести много людей. В 1941 году из Караганды было призвано более 60 тысяч человек, вернулась половина. Сегодня среди нас осталось всего 500 участников Великой Отечественной Войны. Сегодняшнее поколение в вечном долгу, и мы преклоняем перед вами голову за ту победу, которую вы принесли нам, благодаря которым мы живем сегодня в мирном государстве, независимом Казахстане. С праздником вас! После торжественного митинга праздник продолжился на проспекте республики. Неожиданностью для горожан стало появление в небе парашютистов. Несмотря на усиление ветра, парашютисты с честью сели в намеченное место, пронеся по всему небу флаг страны, праздничный флаг Дня Победы. В воздушном параде приняли участие 12 парашютистов. У нас в основном люди сейчас здесь, участвующие в показательных выступлениях, очень опытные. То есть спортсмены уже с количеством прыжков по 500, по 600, по 1000. Этот день был полон неожиданностей. Ребята из специального назначения Департамента внутренних дел выступили с показательными номерами на импровизированной театральной сцене. По всей округе разносился запах полевой каши. На боевой технике малышня лазила без разрешения родителей. В тени деревьев, под звуки аккордов баяна тихо напевали разведчицы. А для ветеранов это не только праздник Победы, а еще один добрый повод собраться. Встречаемся с ветеранами, ходим в гости. На празднование Дня Победы смогли присутствовать только 200 участников войны. Тех, кто не смог прийти, навестили сотрудники Акиматов, государственных организаций и учреждений. Аймтора Абдина, Диас Нурмуханов, Артем Ковалев, 5 канал.